И к нашему эфиру для обсуждения этой темы более детально присоединяется Андрей Закревский, заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины. Приветствую вас в эфире Freedom. Доброго здоровья. Ну что же, как вы рассматриваете такую альтернативу, чтобы вместо российского газа был газ из Азербайджана? Какая выгода от этому Европе, кроме того, что она, собственно, соскочит с той самой иголки Российской Федерации, хотя это и так уже практически произошло, для Украины здесь тоже, понятно, мотивация, потому что мы не хотим продолжать сотрудничество с Российской Федерацией. Но насколько вообще эта схема является реальной и возможной к воплощению? Ну, схема, если говорить, давайте рассмотрим эту схему, фактически, как это будет выглядеть? Это же будет выглядеть виртуальным реверсом. То есть, понятное дело, что Россия будет поставлять нам свой российский газ через нашу систему на Европу. При этом Азербайджан будет поставлять свой азербайджанский газ туда, вниз, грубо говоря, по южным потокам. А вот у нас, ну, я сильно сомневаюсь, что это будет физическая поставка, то есть это будет поставка все-таки виртуальная. То есть, грубо говоря, будут объемы, Азербайджан свои объемы будет вниз отправлять клиентам России, а Российская Федерация будет свой газ отправлять на Европу, и это будет засчитываться как азербайджанский газ. Вот так вот эта схема, скорее всего, будет выглядеть. Вот, давайте теперь посмотрим по заинтересованным сторонам. Понятное дело, что Россия в этом очень сильно заинтересована, потому что сейчас уже речь стоит о банкротстве Газпрома, и фактически Газпром, если не будет поставлять хотя бы чуть-чуть газа на Европу, если этот транзит прекратится, то ему свою трубу аж с Ямала-Янецкого округа придется оплачивать самостоятельно. Так он хотя бы мог покрывать хотя бы какие-то минимальные расходы на содержание трубы за счет европейских потребителей. Что хорошо европейским потребителям, это понятно, то, что они могут выкрутить руки Газпрому и более дешевые цены взять, это раз. Что хорошо для Орбана, это понятно, потому что за счет дешевых цен, которые предоставляет ему Газпром, он имеет зазор, как в свое время имел зазор Фирташ или Тимошенко, на которых строят свои политические партии. Вот, это, эти интересы понятны. Какой интерес Украины в этом? Интерес Украины заключается, ну, есть, наверное, два интереса Украины. Первый интерес Украины заключается в том, что все-таки будет поддерживаться давление хотя бы в одной из труб, и за счет этого, опять же, цены на содержание нашей трубы не будут повышаться. А вот, то есть, это прямая связь с потребителями. А вторая заинтересованная часть, ну, в связи с визитом Орбана, понятное дело, что это начинает походить на какие-то переговоры, на установление каких-то точек безопасности между собой. А вот, то есть, Россия таким образом фактически защищает свою трубу, это первое. Второй момент, на этой трубе сидят два газохимических завода, которые являются лакомой целью для наших беспилотных аппаратов. Мы уже показали, как мы до Урала летаем. Так что, я так думаю, ну, это один из таких моментов, когда России будет просто-напросто сказано, давай так, давай заканчивать войну, вот, давай, ну, если хочешь, чтобы у тебя продолжали работать твои газохимические комбинаты, вот, то можно заключить реверс с Азербайджаном. Мы фактически, физически понимаем, что это российский газ тебя поддерживает, но ты тогда давай уже потихонечку сворачивай свои военные действия. Если это так, то есть, если это уже вот этот визит Орбана, потом заявление Зеленского о азербайджанском газе, вот, это уже установление каких-то нормальных взаимоотношений между Россией и Украиной, какие-то экономические взаимоотношения, уже какие-то гарантии безопасности для экономических объектов. Если это так, это хорошо. Если же это происходит без уступок на поле боя, без начала переговоров, без вывода войск, ну, тогда это зрады. Ну, подождите, еще здесь ведь, если речь идет, как вы говорите, не о физической конкретной смене газа, который будет идти по трубопроводу, то, так или иначе, возможность, влияние России на это дело остается. И здесь действительно, ну, как-то доверять не очень-то с руки, хотя бы потому, что Россия не привыкла сдерживать свои договоренности, по крайней мере, при Путине. Я еще раз повторяю, это может быть отголоском каких-то внутренних переговоров, которые мы не видим с вами. То есть, если это отголоски переговоров, мы это увидим на поле боя. То есть, это уже поступательное движение навстречу друг друга. Если же мы не увидим на поле боя поступательного движения, если мы не увидим оставление там, ну, тогда, я так думаю, что у нас есть свои способы влияния на это. Первый, один из самых простых способов влияния, это все-таки, ну, смотрите, если вот такое соглашение с Азербайджаном подписывается нами, то есть вопрос даже не в количестве газа, там, в кубических метрах, которые пойдут по этому виртуальному реверсу. Вопрос в том, что тогда, если мы ударим по газохимическим предприятиям, которые, извините, сейчас делают азотную кислоту, азотная кислота идет на изготовление взрывчатки, вот, то есть мы уже подошли к этому моменту, когда мы уже по пороховому заводу ударили на прошлой неделе. Я думаю, что это подуждение Путина к установлению каких-то уже отношений. То есть это уже какой-то, ну, шаг навстречу, когда Путину показывают о том, что, смотри, физически, может быть, и не будет твоего газа, да, но мы гарантируем безопасность хотя бы твоей трубы. То есть мы не будем по ней стрелять, потому что мы, как бы, спокойно подписываем и держим свои обещания перед европейскими партнерами, если там Австрия или какая-нибудь Венгрия захочет все-таки этот азербайджанский газ получать по реверсу, то мы, как бы, делаем вид, что не понимаем, что это российский газ, но при этом трубу твою сохраняем. Вот так вот. То есть это уже какие-то очерчиваются гарантии будущего безвоенного существования. То есть очерчивается, что будущее. Но если этот шаг не будет подтвержден, например, после этого, там, выходом России из Запорожской и Херсонской областей, да, то есть, ну, тогда это зрада, еще раз повторяю. Насколько позволяют ресурсы Азербайджана, собственно, согласиться на эту сделку и выгода экономическая у Азербайджана на данный момент от этого есть? Потому что у Азербайджана же есть свои договоренности определенные. Конечно, есть. Да, но а ресурсы? Европейский рынок премиальный из-за того, что все-таки ЛНЖ-технология, она дороже, чем трубопроводная технология. То есть уже, как бы, Европа не замерзнет, но она все равно тратит больше денег. То есть трубопроводный транспорт – самый дешевый транспорт на Земле. Только после трубопроводного транспорта идет уже морской транспорт. Но трубопроводный транспорт с большим отрывом опережает морской транспорт по экономичной эффективности. Поэтому Азербайджан, конечно, Европа в этом заинтересована, потому что рынок в Европе более дорогой, чем рынок Средней Азии, где и так он перенасыщен различными поставщиками газа. Вот, то есть поэтому однозначно Азербайджан заинтересован в этом. И эта тема рассматривалась. То есть на самом деле до войны такие предложения были. То есть я помню, когда Юрий Витренко предлагал европейским поставщикам заключить договора с азербайджанцами. То есть азербайджанцы, если Россия вдруг не предоставит им возможность доступа к своей трубе, Азербайджану, Узбекистану, например, то тогда уже говорить о том, чтобы подавать в суд, как подавала Украина в свое время, то есть уже были такие варианты. Но это было в мирное время, извините, когда просто по моральным соображениям можно было еще поддерживать бизнес с Российской Федерацией. То есть когда закончились активные, ну фактически затихли активные боевые действия, люди не гибли. Сейчас, когда люди гибнут, это подписание договора напрямую, то есть это у Украины невозможно. Вот, поэтому рассматривается вот такой вариант. Если говорить еще о таких моментах, у нас же есть там две ветки, которые называются Средняя Азия-3 и Средняя Азия-4. То есть фактически, на самом деле, можно обеспечить и физические поставки природного газа из азербайджана. Это не так уж сложно, то есть это все организовать физически. Но я ставлю на то, что все эти потоки, они уже фактически заняты, забронированы. И, скорее всего, это будет виртуальная поставка, виртуальный реверс. Андрей Анатольевич, благодарю вас за то, что вы присоединились к эфиру Freedom. Напомню зрителям, что с нами на связи был Андрей Закревский, заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины. Главные события Украины и мира. Самые интересные аналитические обзоры от авторитетных спикеров на YouTube Freedom. Подпишитесь, чтобы быть в курсе событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова